На библейский портал Экзегет поступают вопросы, на которые мы стараемся ответить. Вопрос звучит следующим образом. Что требуется для того, чтобы раскаяние стало покаянием? Действительно очень важный вопрос, потому что каждый человек, нет такого человека, который бы вдруг не переосмысливал бы важность и значимость своих поступков, своих слов, своих каких-либо действий. И вот каждый человек может прийти к раскаянию в своей жизни. Что произошло и даже с Иудой, который предал своего божественного Учителя, Господа нашего Иисуса Христа, и в какой-то момент он осознал, что он сделал. И вот здесь мы должны с вами внимательно посмотреть, что же такое покаяние. Как говорит Священное Писание, Иуда раскаялся. Он увидел свой грех, который он совершил. Он осудил себя в этом грехе. Мы прям помним его слова, что «предал я неповинного». Он раскаялся. Он пошел и бросил 30 серебряников в храме. Но вот последний шаг он не совершил. А последний шаг – это именно тот шаг, который называется… Который все его действие сделало бы покаянием. То, что мы с вами называем таинством покаяния. Мы должны с вами увидеть грех. Мы должны осудить себя в этом грехе. Мы должны совершить словесное признание в этом грехе на исповеди. И последняя, самая важная ступень – мы должны получить с вами прощение этого греха. Иуда этого не сделал. Он не смог переступить через тот порог, где он бы сказал, что Бог больше меня. Любовь Божья больше моих поступков. Он замкнулся на себелюбии. Как же так? Этот грех невозможно простить. Это грех вселенский. Это грех, который… А ведь он же слышал, как и мы слышим с вами в Священном Писании, что нет греха, который бы не простился. Даже грех против Сына человеческого, то есть против самого Христа. И Господь здесь напрямую как бы намекает и говорит самому Иуде. И нам говорит, что даже этот грех простился бы, если бы он смог увидеть величие Божие. Вот и мы, раскаившись, то есть увидев грех, осудив себя в этом грехе, исповедовав этот грех на исповеди, должны четко осознавать, это будет четвертая ступень, что Бог прощает искренне кающемуся человеку. Если нам прощают на исповеди, то и Бог прощает этот грех. Если мы прощаем грехи других людей, то и Бог прощает нам наше согрешение. Мы это читаем и в молитве «Отче наш», и в Священном Писании. Это прям прямая речь Спасителя, что прощайте согрешения друг другу. И тогда и Господь простит согрешение ваше. Чтобы раскаяние превратилось в покаяние, надо любить Бога и знать, что Он милосерден. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok